Если верить летоисчислению индейцев майя на 2012 год, приходится конец нашей эпохи, которая длилась больше 5000 лет. А 21 декабря, по мнению некоторых современных ученых, выстроится в линию планеты не только Солнечной системы, но и других звездных систем, образуя ось от центра нашей галактики. Но станем ли мы свидетелями этого уникального явления и принесет ли оно вред нашей планете? Возможно, поменяются местами магнитные поля, магнитные полюса Земли, что это может повлечь некоторые катастрофы. Но, к счастью, ученые этого не предсказывают. Катаклизмов не будет, это хорошо. Но парад планет нас все-таки ожидает. Правда, встанут, верят, далеко не все планеты. Парад 2012 года, на самом деле, это парад, в котором будут участвовать, можно сказать, 4 всего планеты. Это Сатурн, Юпитер, Марс и Земля. Эти планеты выстроятся в одну линию. Однако, чтобы разглядеть все планеты на карте звездного неба, нужно профессиональное оборудование. Например, такое, как в обсерватории Оренбургского планетария. К тому же, сейчас не самое благоприятное время, чтобы наблюдать за неместными телами. Впрочем, астрономы-любители смогут увидеть утреннюю звезду Венеру на Востоке. В январе Юпитер, а Марс появится только в августе следующего года. Анастасия Феонова, Никита Плотников. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова